Добрый день, Вячеслав Аркадьевич. Хотелось бы начать с хорошей новости. В этом году Чувашскому управлению УФАС 25 лет. Как-нибудь отмечали юбилей? В этом году мы начали с дня открытых консультаций в общественной приемной президента Российской Федерации. Мои заместители принимали всех желающих и давали консультации по вопросам в сфере нашего управления. Мы для себя в этом году решили, что у нас не просто, как обычно проходит неделя конкуренции, а месячник. Целый месяц, когда мы будем обсуждать, рассказывать о тех новациях, которые произошли в последнее время, о тех достижениях, которые есть в сфере антимонопольного регулирования, ну и в сфере закупок, контроля в сфере закупок тоже. И завершаем 17 ноября уже научно-практической конференцией на базе Чебоксарского филиала РАНХИКС, совместно с филиалом, где уже обсудим основные проблемы, которые есть сегодня в двух сферах. При проведении торгов, при предоставлении прав на государственное муниципальное имущество, и проблемы при проведении торгов, опять-таки, на рынке пассажирских перевозок. Вы кого приглашаете? Всех желающих? Ну, оно у нас открытое мероприятие. В сфере представления государственного муниципального имущества сегодня очень большой спектр законодательства. Свыше 30 федеральных законов, десятки нормативно-правовых актов федеральных, плюс к ним еще региональные и муниципальные правовые акты, которые регулируют порядок проведения торгов. И в этом разнообразии разных порядков разобраться с предпринимателем порой крайне сложно. А зачастую понять, насколько открыто, насколько честно, насколько объективно проходят эти торги, насколько конкурентным образом выбирается победитель, невозможно. И как раз-таки мы и на этой конференции хотим обсудить о необходимости совершенствования законодательства и создания единого порядка в стране, чтобы был определенный, открытый, понятный для всех порядок проведения торгов в стране. Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о том, что уровень конкуренции в стране оставляет желать лучшего. С ним согласился руководитель ФАС. В сфере транспорта очень много монополий, в сфере здравоохранения, в образовании также дискриминируются частные практики. На ваш взгляд, в нашей республике в каком направлении не хватает конкуренции, где вот нам надо гаечки подкрутить? Было выступление Артемьева Игоря Юрьевича и на провинции, когда обсуждался ежегодный доклад о состоянии конкуренции в стране. В этом году это был десятый доклад, который докладывался, где он говорил о том, что, к сожалению, в условиях сегодня непростой рыночной ситуации в мире и в стране происходит некое государствование экономики. Происходит усиление экономической концентрации со стороны госкомпаний, госкорпораций, и что это никоим образом не улучшает конкурентную среду. И необходимо принимать решительные меры по развитию конкуренции. Но если говорить о нашей республике, конечно, тоже есть сферы, где требуется развитие конкуренции, такие как рынок реализации продукции сельского хозяйства, рынок розничной реализации необходимости. Ну и те же стандартов, которые есть в ОСЕ, тоже требуют развития конкуренции в нашей республике, такие как рынок пассажирских перевозок. Несмотря на развитие конкуренции в этой сфере, но все еще в достаточной степени монополизирован этот рынок республики. И развивать конкуренцию необходимо. Конечно, можно остановиться на рынке оказания услуг в сфере дошкольного образования. Достаточно, можно сказать, слабо развита конкуренция в этой сфере. В новом году нас ждут новые изменения в антимонопольном законодательстве. Будут они касаться сферы госзакупок. Вот давайте обозначим кратко, в чем заключаются основные новшества. Начиная с 2017 года, в соответствии с законом, становится обязательным общественное обсуждение закупок. Но, опять-таки, не всех закупок, а тех, которые определяются в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации, согласно 20-й статье закона. И правительство такой порядок установило о том, что все закупки в стране свыше миллиарда подлежат обязательному общественному обсуждению. Для общественного обсуждения. Такое ограничение в республике было введено. И на закупки всех заказчиков свыше 100 миллионов сегодня подлежат обязательному общественному обсуждению, начиная уже со следующего года. И эта информация подлежит обязательному размещению в единой информационной системе. И результаты их рассмотрения, общественных обсуждений, тоже подлежат размещению там же. А общественные обсуждения, они что будут из себя представлять? Это вот соберут в каком-то помещении людей заинтересованных? Или это на интернет-форуме как-то будет проводиться? Как я уже сказал, в единой информационной системе предполагается, что документация, подлежащая обязательному общественному обсуждению, будет вывешена на определенный срок для общественного обсуждения. То есть формально это тот же самый интернет-форум, но инструментами единой информационной системы. Сравнительно недавно распустили федеральную службу по тарифам. Ее полномочия передали ФАСу. Тем не менее, у нас в Чувашии продолжает работать республиканская служба по тарифам. Каким образом вы поделили полномочия и вот мне, как потребителю, если я считаю, что мне неправильно начисляют услуги ЖКУ, я могу обратиться в УФАС? Да, руководством страны в прошлом году было принято решение о передаче функций и полномочий федеральной тарифной службы в федеральную антимнопольную службу. Полномочия региональных тарифных служб никто не ограничивал, в том числе и правительство Российской Федерации не ограничивало. Поэтому региональные тарифные службы работают в том же режиме, что и работали раньше. Единственное изменение для них, если раньше для них вышестоящих организаций, где могут быть обжалованы в административном порядке решение региональных тарифных служб, было федеральная тарифная служба по тарифам, то сегодня это федеральная антимнопольная служба, которая вправе рассматривать жалобы как лиц, которые не согласны, для которых установлен тариф с тем, что они не согласны с установленным тарифом, так и потребители, которые не согласны с утвержденным тарифом для монополии, тоже вправе обжаловать эти тарифы федеральной антимнопольной службе. Но и полномочия ФАС, которые перешли от ФСТ, это разработка всех нормативных актов в сфере тарифного регулирования, но и разработки методик ценообразования в данной сфере. Поэтому сегодня ФАС активен, уже начиная с прошлого года, перешла к методике тарифного регулирования, изменила систему тарифного регулирования инфляции плюс, который был у ФСТ, к подходу инфляции минус. То есть, если раньше всегда тарифы увеличивались на сумму чуть больше инфляции, то уже с прошлого года начался иной подход. Тарифы увеличиваются на сумму инфляции минус, то есть ниже, чем уровень инфляции. Сегодня в этой сфере антимнопольные службы разрабатывают целый комплекс законодательств, начиная с основного закона, которого нет пока в стране, о тарифном регулировании едином, где ФАС хочет вообще изменить принципы тарифного регулирования. Если сегодня принципы тарифного регулирования складываются от затрат, то есть считаются затраты монополии, и к этим затратам прибавляется определенная норма рентабельности, прибыли. И таким образом получается тариф. И вся работа тарифного органа заключается в проверке обоснованности этих затрат, которые ему представляются. ФАС предлагает перейти к концепции от затратного метода к методу рынка сопоставимых продаж. То есть сравнительный метод. И всегда будут рассматриваться сопоставимые рынки при принятии тарифных решений. Ведь сегодня не секрет, что в стране, буквально в соседних субъектах, могут быть одни и те же тарифы разниться и значительно. Объективной причиной зачастую для этого сложно понять, в чем они. Где-то умелая работа топ-менеджмента, которую смогли убедить тарифные службы о том, что у них такие хорошие затраты, а в некоторых случаях и недоработка тарифных служб. Вот в ряде таких дел, которые рассмотрела ФАС на монополистов, обоснованных затратах, которые включались в тариф, были такие затраты, как закупка виноводочных изделий. Не на рубли, а на миллионы. И ряд других подобных затрат, которые никаким образом не относятся к услугам, естественно, напольным. У нас такие в республике были случаи? У нас таких случаев, когда явные необоснованные расходы включались, не было. У нас были случаи, связанные с закупками. Когда тот же 223 закон, который я сказал, он распространяется в закупках и на субъекты естественно на поле, когда один из у нас представителей естественно на поле захотел купить катер за несколько миллионов рублей. И когда оно стало достоянием общественности через портал закупок и вызвало сомнение в обоснованности подобных затрат для монополиста в городе, то монополист отменил свою закупку. Конечно, и публичность очень много решает в данном случае в сфере необоснованных затрат со стороны монополи. Помимо прочего, УФАС еще проверяет рекламу на этичность. В последнее время вам поступали жалобы на неэтичную рекламу? И как вообще происходит процесс определения? Этичная реклама, неэтичная? Ну, этичная реклама, наверное, это та тема, которая всегда волнует и общественность, и неравнодушных наших жителей. И ни одного года у нас не обходится без жалоб на неэтичность той или иной рекламы. Но из таких самых последних примеров, которые сегодня у нас поступила, только жалоба на рассмотрение, это жалоба на передачу даже, которая на рекламных конструкциях идет универа. Ну, видели, может быть, некий образ в джинсе, и наши некоторые жители усмотрели признак неэтичности в том, что призывая учиться, что если человек не выучился, то как бы уподобается вот тому изображению, которое есть на этой конструкции. И на сегодняшний день рассматривается эта жалоба граждан. Ну, и в течение года было несколько до этого жалоб на этичность, такие, как жалоба на пингвины, которые были нарисованы на торговом центре Мадагаскара, на их неэтичность, ну и ряд других. Ну, для того, чтобы нам самостоятельно не делать выводов этичности и неэтичности нашим специалистам, мы еще давно создали экспертный совет в сфере рекламы, куда включили специалистов в сфере и лингвистики, и психологии, и языкознания, и которые уже своим профессиональным взглядом, профессиональной своей оценкой говорят, можно воспринимать данную рекламу как этичную или нельзя. И уже основываясь на их мнении, мы дальше уже выносим свои решения. Если нам эти эксперты говорят, что да, экспертами воспринимается эта реклама как неэтичная, то тогда уже наша комиссия признает нарушение со стороны рекламодателя и выдает предписание о прекращении данной рекламы. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам.